К чему может прийти страна, если мы все будем молчать? Ну, скорее всего, наверное, к деградации или к застою. А сейчас мы развиваемся? Нет. Но вот сейчас, наверное, как раз и есть этот застой. Какие-то изобретения, конечно, есть. Есть, например, молодежь, там изобрели экологичный пластик сейчас. Но даже не пластик, а просто экологически чистый материал, заменяющий пластик. Но, тем не менее, страна не развивается, потому что работы нет. В принципе, это не говорит о развитии страны. А вы считаете, что мы чем-то отличаемся от Европы? Ну, вообще в Европе, я думаю, что дают больше свободы и прав людям. Почему там не боятся, чтобы люди высказывались в интернете, чтобы там выходили на митинги, пикеты? Возможно, власть уважает мнение общества и старается принимать мнение своего народа, потому что, ну, власть должна заботиться о народе. Вас пугает будущее в России? Ну, наверное, да. Как вы считаете, в силах ли власти изменить жизнь в стране? Да, но для этого нужно, во-первых, учитывать мнение народа, а сейчас, наоборот, приняли закон, ну, как, не приняли этот закон на рассмотрение о клевете. И жертву насилия им фактически не разрешено будет высказываться в обществе о том, что, ну, над ними было совершено насилие. И им могут дать срок вот за клевету, за то, что они просто высказались. Я считаю, что власть должна давать, наверное, больше свободы народу и принять законы, которые улучшили бы уровень жизни. А разве вы в России не видите своего будущего? Нет, ну, в России есть. Ну, вот, например, я собираюсь стать лингвистом. Мне моя наставница рассказывала, что, когда она закончила образование лингвиста, она пошла на работу, но ее заваливали работа секретаря, с которой справится, в принципе, человек без образования. Работу по своей специальности она практически не получала. И как бы на что надеяться, если есть возможность просто остаться без работы, даже если получить хорошее образование? Можно ли народ под страхом заставить любить и уважать свою власть? Нет. Ну, нет, это авторитарный режим будет. И если давить авторитетом, то любви не будет. Да, бояться будут, будут уважать, но только из страха. А искренней любви никогда не будет. Нет, ну, страх, если человек кого-то боится, это не значит, что он его уважает. То есть будет скрытая ненависть, скорее всего. Эта скрытая ненависть может что-то перелиться? Может. Ну, как сказали, может перелиться в революцию. Как вы считаете, ваше поколение, молодежи, готовы терпеть то, что сейчас творится, всю жизнь? Всю жизнь нет. Ну, скорее всего, среди молодежи будет много активистов, которые будут сражаться за право на нормальную жизнь. За свою страну надо сражаться? Ну, да, потому что мы тут родились, мы тут выросли. Вы готовы сражаться за свою страну, за свободу в своей стране? Да. Конечно, в одиночку это будет сделать трудно, но, в принципе, если найти единомышленников, то... Если у нас будет много. Да. Потому что у нашей страны очень хорошая история и будет очень печально, если такая страна будет... Ну, как сказать... Опустится. Опустится. А вы считаете, что власть видит и слышит проблемы молодежи в России? Нет, потому что много школьников совершали суицид из-за ЕГЭ, ЕГЭ, и многие об этом говорили. Но, тем не менее, в прошлом году, не знаю, видели ли вы или нет, многие школьники, которые сдавали химию и другие сложные предметы, они просто впадали в истерику, только завидев вот свои баллы. Ну, то есть, и власть, думаю, об этом подозревает, знает, но ничего не делает. Наоборот, экзамены все ухудшаются, ухудшаются, и с каждым годом все меньше людей, которые идут в 11 класс. Сдали УГЭ, слава богу, в 11 класс мы не пойдем. Так, может быть, нам не надо много умных людей? От умных много проблем, они начинают задумываться. Нет, ну, а как без умных людей будет происходить развитие страны? Ну, как, на митинги, на пикеты не будут призывать. Будут говорить, что все, может быть, рассосется, власть от бога. Ну, все же, умные люди – это, наверное, надежда общества на какие-то изменения, что эти умные люди смогут что-то изменить. Вы верите в это? Да. Спасибо большое. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»